Вслед за шумными новогодними выходными и Рождеством приходит Старый Новый Год. По сути, это неофициальный народный праздник, дающий возможность окунуться в старину. К слову, Старый Новый Год, праздник, который образовался в результате расхождения Юлианского с Григорианским календарей, отмечается не только в нашей стране. Россия, Казахстан, Азербайджан и многие другие государства также в этот день отмечают щедрый вечер. Каждая географическая территория имеет свои особенности и традиции праздника. Калядный плейлист и меню из белорусской глубинки в репортаже Татьяны Сидоренко. В это волшебное время новогодних праздников стать участником этнопредставления – дело привычное. Так активно щедровали еще наши прабабушки и прадедушки. Как и для чего в дом приходят ряженые, сегодня с интересом наблюдают представители молодого поколения. Появилась махчимость познайомиться с традиционной культурой наших протков. Я хочу научиться узнать много для себя чего и передать это детям, детям молодым нашей белорусской. Можно черпать информацию из источников в интернете, из книжных изданий, но когда традиции, и ты видишь это воочию, оно тебя крыляет, воодушевляет. И просто наши серые будни, вот они становятся яркими, красочными. Время, которое носит название «Щедрый вечер», неожиданные гости могут посетить любой дом. Для хозяев – пожелание добра и здоровья, а в ответ – улыбки и угощения. Как это было у наших предков, точно знают в Лицком доме ремесел и традиционной культуры. В центре по крупицам собирали обряд в единое большое представление. И, конечно, традиционные угощения, которыми славились столы наших предков. В калядном меню – мясные явства, печеные яблоки, домашний сыр. Особое место – главному блюду. В «Щедрый вечер», конечно, была «Щедрая кутя», и она складалась с каши. Ее могли складать разные крупы, в зависимости от мясовости. И, конечно, эти крупы наполняли по-богатому. Клали сюда мед, разымки, орехи, солодкой водичкой дополняли. И, конечно, она углавляла, стояла во главе стола. Старый Новый год – время, которое особо ожидают молодые девушки. Ведь именно в эту магическую ночь можно при помощи гадания узнать будущее, привлечь в свою жизнь любовь и счастье. Все ведают про жяночие ворожбы, которые не любили на хлопцев, будучи своих, ворожить. Вот, например, брали ночью, туда клали хустки и тресли. И чая первая вывалится, и замуж первая выскочить. А еще интересная была даже и мужчинская ворожба. Про то, какая же достанется женка этому хлопцу. И для этого треба было капелюши. И под капелюши некие речи клали. Вот, например, когда там был хлеб, то это значит, что будет богатая женка. Вот, когда, например, будет люстерка, вот такая пригожая люстерка, то будет некая фанабеер, что, ладно, где гроши зягутся. Треба будет шмат на ее пригожость отдавать капиталу. Ну, а коли вот не калялька будет, то что будет с дитем тогда у этого хлопца возьми собежонку. Вот такие были цикавые ворожбы. Не меньше внимания игровой программе здесь. И батлейка, кукольный театр, и всем любимым заданием. Впервые гостям представили обряд ящер. Своеобразное игровое действие привлекает внимание своей театральной начинкой. Ящер – это мифичная истота. И она находилась в ее месте у ореховом на кусте, в лесе. Таму на калядном столе завсюду стояли горехи. И это незвычайно, потому что, когда видите, орехи не подвоены. А вот у нас есть у белорусы такие спарыши. И так само нагадывают эти горехи, как будто спаруются, как будто набирают пару. Таму особисто, как бы дать дашку женить сына, особисто взбирали горехи. И их никто, никто не ехать, коль не дозволят. А потом, конечно, эта гульня пришла с давних-давних часов, конечно, языческая. И так само моя сакральная твой подтекст, как взносить себе пару. Кульминация праздника – общее застолье. Именно все вместе, одной толокой, друзья, знакомые не очень обсуждают дела насущные, строят планы на день завтрашний и обязательно вспоминают предков. Потому что знают, без их наследия не будет будущего. Белорусская традиция – сохранять корни и вместе строить настоящее.